МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Ирина Корчагина. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях этого дня. Смотрите выпуски. Не смогли спасти. Пока не рухнула последняя стена, нам есть смысл бороться за данный объект. Защитники усадьбы купца Михайлова готовы подать апелляцию в Краевой суд. Когда-то за это били палками. Вредит не только здоровью телесному, но и духовному. Во всем мире сегодня отмечают день отказа от курения. Если пришло помутнение. Вот это оборудование, напротив которого мы стоим, фемтосекундный лазер. Таких аппаратов в России только 4. Как сейчас в Крае лечат больных катарактой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общественники, не согласные с решением суда о законности сноса усадьбы купца Михайлова, будут обжаловать вердикт. Они пытались доказать, что строение нужно включить в список выявленных исторических памятников. Страна-ответчика, а это представители Алтая охранкультуры, ссылались на то, что охранный статус усадьбы был снят еще 13 лет назад. С руководством статьи 175 и 180 Кодекс административного суда производства Российской Федерации суд решил административно-исковые требования межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей гражданский патруль оставить без удовлетворения в полном объеме. Общественники по-прежнему уверены, что здание на пересечении улицы Партизанской и проспекта Социалистического имеет историческую ценность. Сейчас от усадьбы осталось лишь несколько стен. Тем не менее, по мнению инициативной группы, даже это немногое можно еще сохранить. По проекту после сноса сооружения здесь должен быть построен новый офис Крэйвой прокуратуры. Такое решение было принято в конце прошлого года на одном из градостроительных советов. Эта новость буквально взорвала социальные сети. Защитники усадьбы купца Михайлова готовы подавать апелляцию уже в Крэйвой суд. Пока на данный момент есть что защищать, пока есть что делать. Если мы оперативно достаточно сработаем, то, я думаю, есть еще вопрос, есть возможность что сохранить. Потому что, как видите, от здания, как говорят, осталось две стены. Но это главные фасадные стены. Поэтому, пока не рухнула последняя стена, нам есть смысл бороться за данный объект. Продолжим. Сегодня день, когда можно смело бросить курить. Это день отказа от курения. Кстати, в древние времена людей, подверженных этой вредной привычке, жестоко наказывали. Например, в России били палками. А в Англии водили по городу с петлей на шее. Сейчас любители подымить палками не бьют, но борьба с никотином продолжается. Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая днем без табака еще в 1988 году. Тогда перед мировым сообществом была поставлена задача добиться, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. Однако в России от заболеваний, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирает около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий или от наркотиков. О том, что табак смертельно вреден, говорят не только врачи. Против курения выступают и священнослужители православной церкви. Действительно, курение, оно человеку вредит не только здоровью телесному, но и духовному здоровью. Потому что, опять же, по словам апостола Павла, тело человека – это как сосуд Божий, местилище, Духа Святаго. И нужно к этому сосуду относиться бережно. Алтайский край попал в число лидеров по количеству больных катарактой. Помутнение хрусталика провоцирует в том числе и курение. Но, как правило, она появляется у человека с возрастом. В Краевой офтальмологической больнице начали лечить катаракту фемтосекундным лазером. Чем этот метод отличается от предыдущих, расскажем прямо сейчас. Что такое катаракта? Если простым доступным языком, это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Он от природы прозрачный, играет роль естественной линзы. Встречаются также врожденные формы этой болезни и приобретенные. Более 70% всех операций, проведенных офтальмологами России, в том числе Алтайского края, именно по удалению катаракты. Благодаря современным технологиям вернуть пациенту четкое зрение стало гораздо проще. Вот это оборудование, напротив которого мы стоим, фемтосекундный лазер. Таких аппаратов в России только четыре. Они позволяют высокоточно, абсолютно амбулаторно, безболезненно быстро оперировать катаракту и достигать очень высоких результатов. Если раньше разломы, разрезы делал хирург, все-таки руками, разрушая ультразвуком, то здесь все разрезы делаются с помощью лазера высокоточно. Большая часть ядра разрушается лазером. На оснащение этой лазерной операционной краевой офтальмологической больницы потратили более 50 миллионов краевых рублей. Оборудование приобрели в конце прошлого года, а уже в январе этого сделали первую операцию. Кстати, лечат катаракту здесь бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. По заверению врачей, пациенту необходимо получить лишь направление от офтальмолога по месту жительства. Любовь Сопрыкина приехала в Барнаул из Петропавловского района края, что недалеко от Бийска. Женщину прооперировали накануне, а уже сегодня она неплохо видит буквы, планирует вновь начать читать книги. Хочу видеть своих внучек, видеть всю красоту природы. Довольная? Довольная. Всего в краевой офтальмологической больнице потратили около сотни миллионов рублей на новое оборудование. И это только за последний год. Технические возможности заметно улучшились, и пациентов здесь готовы принимать больше, чем обычно. Но делать это пока не позволяют площади. В коридорах тесно, очереди. Однако уже в июле, говорит главный врач, больницу удастся разгрузить. На улице 9 мая в доме под номером 7 откроют поликлиническое отделение. Сейчас мы вот этот корпус сделали. А вот этот корпус, на месте этого корпуса будет построена поликлиника с операционным блоком для дневного стационара. А когда? Примерно? Ну, сейчас на стадии проектирования. Сейчас в поликлинике офтальмологической больницы принимают до 150 пациентов в день. В основном это жители края. И самый распространенный диагноз – катаракта. Избавляться от которой здесь стали с помощью лазера. Напомним, таких аппаратов в России всего 4. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. Когда-то и их было не так много, как сейчас. Они героини анекдотов, любимицы настоящих джентльменов, а некоторые – заложницы многочисленных окрашиваний. Белокура и красавица всего мира сегодня празднует Международный день блондинок. По одной из версий, праздник появился в 2006 году. Остается спорным вопрос о влиянии цвета волос на характер человека, но все же блондинок принято считать нежными, мягкими и женственными представительницами прекрасного пола. И вовсе не глупыми. Ряд исследований показал, что в среднем уровень IQ натуральных блондинок выше, чем женщин с другим цветом волос. Через пару минут прогноз погоды. Правда, пока она неблагоприятна для принятия водных и солнечных процедур. Но в Барнауле уже запланировали открытие городского пляжа на 9-10 июня. В администрации города сообщают, что к новому купальному сезону обновили песок, приобрели новые биотуалеты, раздевалки, и душевые кабины. На территории установят контейнеры для мусора и новую торговую палатку. Для безопасности отдыхающих будут работать подготовленные спасатели. Кроме того, по словам чиновников, акваторию пляжа углубили до 5 метров, а саму зону отдыха расширят, когда в реке спадет вода. Но пока пляжный сезон не начался, можно развлечь себя, например, квестами. Кстати, в Барнауле появился новый формат квестов, который превращает любой торговый центр, любую улицу и даже весь город в игровое поле. Например, участникам первой игры пришлось искать спрятанные в магазине вещи, вести прямые эфиры с разных локаций и не только. Новые тренды, советы от стилистов, задания организаторов и ценные подарки. Этот модный квест окрылит, пожалуй, любую девушку. Торговый центр «Красный» стал первой площадкой для серии квестов «Крылатые игры». Было очень весело, интересно сходить по отделам, выполнять задания организаторов и в конце победить. Формат игры очень интересный. Вот этот квест, побегать, придумать что-то, как всех обойти. Первое наше место было магазин «Красный», именно поэтому мы связали эту игру с модой. Следующая наша точка уже не будет связана с модой, но также мы будем собирать игроков, также будем их отсеивать, также будут отличные задания, квест, будет много подарков. Следующую точку и тематику «Крылатых игр» организаторы пока держат в секрете, но обещают, что будет очень интересно. Через пару секунд прогноз погоды, спонсор прогноза компании «Валар». А у меня к этому часу все новости. До встречи в вечернем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!